Сегодня посреди бела дня у самого старого в Первоуральске деревянного двухэтажного барака с номером 8 на улице Кирова в поселке Динос натуральным образом съехала крыша. В первом часу дня два десятка обитателей барака, построенного еще в разгар сталинской индустриализации за 4 года до начала Второй мировой, крыша расползлась по швам. Сгнившие потолочные стропила под тяжестью снега рухнули на чердак, балки треснули и просели. Барак начал разваливаться на глазах. Да, конечно, было у всех потолки, все треснуто, приходили, фотографировали. По версии спасателей, не снег, а кипяток, вырвавшийся из порванной трубы барачной системы отопления, убил этот дом. Шифер на крыше якобы сполз из-за трубного порыва. По большому счету, это не так уж важно. Горячая вода или снег, или то и другое вместе, сломали крышу над головой двух десятков первоуральцев с городской окраины. Чтобы не рисковать их жизнью, спасатели выманили изрушившегося на глазах дома полтора десятка взрослых и пятерых детишек. Жил в этом доме и один инвалид, который с трудом держится на ногах. Его пожарные вывели сами. Мэр города Алексей Дронов сходу взял ход спасательной операции в свои собственные руки. Обошел барак сверху донизу и не покидал место ЧП, пока в ветхом доме не наступила полная тишина и темнота. Газоносную трубу перекрыли, электричество вырубили на всякий пожарный. Люди не должны остаться на улице под открытым небом. Вот в этом ключе мы проблему решим. Это будет временное жилье, это будет невременное жилье, какого качества это будет жилье, какое, я не знаю. То есть ЧП произошло час назад, я здесь нахожу уже практически сразу после поступления сигнала. То есть версии пока предварительные. Вызваны специалисты, то есть будет проведено обследование, будет принято решение о восстановлении, либо о расселении и демонтаже зданий. Толпа обездоленных людей отправилась в центр города, в дом техники на улице Ильича. На временной постой. Ни один из жителей дома не пострадал, все были эвакуированы и сейчас находятся в безопасном месте. Градоначальник не уточнил, какая из двух половинок барака, построенного в 35 году прошлого века, площадью в 409 квадратных метров, муниципальная часть, а какая частная. Буквально месяц назад этот барак на Кирово-8 был признан аварийным. 35 прописанных в нем людей ожидали скорого расселения, правда не такого, как сегодня. После экстренного переселения барачные жильцы, оставшись на бабах, пока их дети шумно бегали по актовому залу в доме техники, допытывались у местной власти, не затянется ли их грядущее расселение на 2-3 года. Чиновники уверили народ в том, что сделают все возможное, чтобы их житейские скитания не были слишком долгими.